Заходим за едой в едовой магазин. ЗОЖ ЕДУ. Правильное питание. И сразу у нас самые любимые мои продукты, которые я беру в любой стране. Я беру чернику. Ира, у нас черникоман, если честно. У меня всегда дача нита. Ну, я могу приходить на малинку. У нас еще она не созрела в России. И возьму, наверное, мясо. Что тут написано? British Asbers. Ага. А я пойду пока за тележкой схожу. Тут корзинки. Смотри, какая вкусная, даже без мяса. И теперь нам нужны овощи и мясо, так как у нас свой коттедж. Мы можем готовить самостоятельно. Хотим сегодня сготовить мясо. Да, у нас есть. Так, что тут по ценам? Помидор. Четыре помидора. Один на шесть фунта. Ну, так. Смотри, так же, как у нас. Сто тридцать и было. Нормально. Не, помидоры сейчас у нас дешевле. Так, это что у нас? Смотри, какая крупная черешня. Я обожаю черешню. Ну, что-то это так мало за 200 рублей. Да, у нас-то узбеки дешевле продают. Есть, хочешь? Картошка. Вот, бананы недорогие. Картошка едет, да, бананы? Давай возьмем. Их, наверное, надо взвешивать. А нам не надо куда-то. Не нужны, мы наелись бананами. Картошка нам нужна. Картоха. Ну, а по чем картоха? Хорошо, 5 рублей. Ну, вот это вот, 80 рублей. Нет, вот, по фунту сливу. По фунту хорошо, да? Да, ее нужно просто взвесить. Ну, очень мытая, что-то вообще просто. Очень мытая картошка. Очень. Как яблоки лежат. Что в вашем доме? Сыреже такое? Огурцы. Там пицца. Ну, собственно, как в любой зажиточной европейской стране цены. Как вы видите. Ну, как-то так. Сейчас еще бутылочку красного сухого выберем. Вот мы затарились, купили продукты. Идем из магазина. Лиза заходила в книжный магазин. Лиза в книжном у нас любит обитать. Осторожно, смотри. А вот взяли здоровую пищу. У нас ножня в парк уделяется. Ир, дай проедет велосипедист. Лиза, Лиза, Лиза. Сори. Рядом с вами находится такой замечательный парк. И здесь очень приятные такие ароматы. Птички поют и прям пахнет цветами. Хотя цветов не наблюдаем. Мы находимся прям рядом с парком. Поэтому у нас дома тишина. Мы хорошо выспались. И сегодня будем путешествовать. Держать уже путь в центр гор Окфорда. Будем изучать уже исторические достопримечательности. Я хотел по ценам рассказать. Цены на продукты. Чуть-чуть дороже, чем в Барнауле. То есть, по большому счету, не сказать, что, может быть, это магазин такой попался. Может быть, что он не в самом центре находится, туристическом. Большой такой супермаркет. Ну, типа, вот как Ашаны там по краям города стоят. По большому счету, на эти деньги можно примерно то же самое купить все в России. То есть, овощи чуть-чуть дороже. Мясо какое-то такое же, какое-то чуть-чуть дороже. Ягоды даже чуть-чуть дешевле, чем у нас некоторые. Что еще? Мы нашли основной набор продуктов. То есть, мы взяли кабачки, баклажаны, морковь, лук, пасту взяли. Что мы там еще взяли-то? Ну, в принципе, то, что нужно изготовить, такое вот здоровое, нормальное, хорошее питание. То есть, все здесь есть. Поэтому, опять же, в продолжение. Если вы арендуете в другой стране не отель, а дом с возможностью готовить, то вот сейчас мы поужинаем, пообедаем. Ну, я думаю, может, поужинаем в ресторанчике. Но пообедаем по той же самой цене. По той же самой цене. Все, всем пока. Ну что ж, поставили овощи гриль. Готовится. Сами пошли на второй завтрак. На второй завтрак. На террасу. Так, что у нас завтра-завтрак? У нас ягода, творог и барнаульский йогурт. Нет, это же в приоритипас нам дали по бутылочке. А, да, в приоритипас. В Москве. В Москве. Так у нас будет красиво. Мы даже можем сегодня позагорать. И одеться. Очень погода хорошая. Птички чирикают. Птички чирикать начали, наверное, еще в 5 утра. О, притихли. И по- aspectу. Птички чирик. О, притихли.